Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы до сих пор еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, все это по ссылочкам, которые будут в описании. Обычно в наших обзорах мы ведем речь про японские, либо корейские автомобили, но сегодня у нас на подъемнике немец. Причем немец с чистой родословной. А не как в случае с Opel Antara корейского происхождения. На этот автомобиль вы можете обратить внимание, если вы хотите себе премиум, а при этом нужен компактный и удобный для езды в городе кроссовер. Да еще по возможности с небольшим транспортным налогом и расходом топлива. Разброс цен на эти автомобили в настоящий момент огромный. Сразу предупредим, что поиск экземпляров по низу рынка в настоящих условиях не будет целесообразен. Ввиду того, что реставрация подобной машины может обойтись весьма дорого. Так что, если вы будете искать себе такую машину, советуем остановиться на рестайлинговом варианте. И сегодня у нас в обзоре как раз такой, встречайте, Mercedes-Benz GLK. Компактный кроссовер Mercedes GLK был представлен в 2008 году. Машина продержалась на конвейере достаточно долго по современным меркам – 7 лет. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2015. При этом в 2012 году машину провели через рестайлинг, в ходе которого не только освежили косметически, но и добавили под капот новые агрегаты. При этом нужно отметить, что в отличие от прочих моделей концерна Mercedes, например, C или E класса у GLK, не было такого разнообразия выбора двигателей или коробок передач. На дорестайлинговых машинах бензиновые моторы были только большеобъемными – 3 либо 3,5 литра, 231 либо 272 лошадиные силы. И только в конфигурации V6. На рестайлинговых автомобилях появилась турбо-четверка объемом 2 литра, мощностью 184 либо 211 лошадиных сил. Компания Mercedes всегда отличалась приверженностью к дизелестроению, и GLK эта тенденция стороной не обошла. У дорестайлингов встречались дизельные моторы объемом 2,1 литра на 170 лошадей, рядная четверка, либо V6 – 3 литра на 224 лошадиные силы. На большинстве таких автомобилей на российской вторичке коробка передач представляет собой классический 7-ступенчатый автомат. Ну а привод у этих моделей, соответственно, полный. Сегодня у нас на подъемнике рестайлинг 2013 года выпуска. Это дизель 2,1 на 170 лошадей. Здесь автоматическое КПП, полный привод и родной пробег 128 тысяч километров. Что такое компактный кроссовер, по мнению немецких инженеров? Длина кузова GLK 4,52 метра, ширина 1,85 метра, а высота 1,69 метра. Колесная база автомобиля при этом больше, чем у седана Toyota Mark II в сотом кузове, и составляет 2,75 метра. Радиус разворота относительно небольшой – 5,8 метра. А вот снаряженная масса для автомобиля таких габаритов здесь весьма приличная – 1850 килограмм. Максимально разрешенная же может доходить до 2,5 тонн. Что касается толщины лотокрасочного покрытия, то для заводской краски разброс показаний толщиномера у Mercedes GLK будет лежать в диапазоне от 95-100 до 120-130 микрон. И это крайнее значение. Также все кузовные панели этого автомобиля, помимо окраса, имеют еще и хороший слой оцинковки. Поэтому в плане коррозии эти машины весьма благополучно и даже в почтенном возрасте чувствуют себя хорошо. Единственное, что эти автомобили, как и Е-класс в кузове V212, не обошла стороной проблема с отслоением лакокрасочного покрытия. Особенно часто это проявляется в районе колесных арок. Однако ржавчина в этих местах появляться не торопится. По сути дела, дефект относится к сугубо косметическому, хотя и неприятному. Когда вы выбираете автомобиль из нескольких моделей и не имеете возможности в моменте примерить его, как говорится, на себя, всегда интересно, как обстоят дела с пространством внутри, в салоне и в багажнике. Из багажника начнем. Все-таки ГЛК – это кроссовер, который вполне может претендовать на роль единственной в семье машины. Доступ в багажник нам открывает массивная пятая дверь с электроприводом. Вооружимся рулеткой и посмотрим на размеры проема багажника и самого багажного отделения. Ширина проема багажника по его средней части – 117 см. Высота от фальшпола до крыши – 77 см. Ширина багажника по полу в данном случае – 93 см. Но нужно учесть, что предыдущий собственник поставил сюда сабвуфер, чем отнял от ширины багажника порядка 12 см. При этом, если вы сложите заднее сидение, то сможете увести здесь груз длиной до 1,60 м. А если протолкнуть длинный груз между сидениями, что вполне реально с учетом отсутствия селектора на центральном тоннеле, то можете грузить сюда нечто длиной до 2,45 м. Кстати, сидения в этом компактном кроссовере, по идее не предназначенном для грузоперевозок, складываются в ровный пол. Правда, делать это придется из салона, либо из багажника, но с приличным шансом измазать брюки о бампер. Что касается каких-то дополнительных удобств и фишек по багажному отделению, кроме того факта, что все здесь отделано ворсовым материалом и пластмассовый только небольшой лоток с правой стороны под мелочевку, отметить можно разве что плафон освещения, петли для окрепления сетки, фиксирующий груз. Справа за фальшпанелью у нас располагается знак аварийной остановки, а под фальшполом запасное колесо в формате докатки и набор штатного инструмента. Подводя итог, в целом объем багажного отделения для компактного кроссовера УГЛК вполне приличный. С хозяйственными функциями в семье справится. Что касается салона и удобства посадки в автомобиль, первое, что отмечаешь, попадая в эту в целом небольшую с виду машину, это обилие пространства внутри. Это касается и запаса места над головой, и запаса места по сторонам. При моем росте 1,86 м мне быстро удалось найти здесь удобную посадку. Передние сидения УГЛК имеют явно выраженный профиль боковой поддержки на спинке, подушка при этом в разы более плоская и практически никак вас не фиксирует. Что касается регулировок, то в данном случае водительское и пассажирское сидения частично электрифицированы. Немецкие автопроизводители применяют подобные схемы уже давно. То есть на практике это обозначает, что продольная регулировка и регулировка высоты подушки, вернее, наклона подушки у вас механические. А вот управлять высотой выше-ниже и регулировать наклон спинки вы можете при помощи электроприводов. В целом такая схема плюс-минус удобная. А что касается запаса продольной регулировки, то при моем росте, отодвинувшись максимально назад, я спокойно выпрямляю левую ногу в колене полностью. Регулировка руля в данном случае механическая, регулируется здесь как наклон, так и вылет. Причем диапазон регулировки очень и очень солидный. Сам руль при этом, кстати говоря, удобный. Он маленького диаметра, очень хваткий, эргономичная форма и отделан кожей, которая абсолютно никак не скользит. Что касается впечатлений от интерьера этого автомобиля, то здесь человека, привыкшего к современным машинам с жестким пластиком, все может слегка удивить в хорошем смысле. Передняя панель здесь мягкая. Мягкие также и верхние части боковых панелей дверей. Компания Mercedes даже сделала из мягкого податливого пластика ту часть центральной консоли, куда вы дотягиваетесь коленом. Но, к сожалению, где-то здесь щедрость закончилась. Что касается стилистики этого интерьера, то данный автомобиль был создан на платформе C-класса в кузове V204. А унификация среди всего модельного ряда Mercedes имела место всегда и в любых поколениях, начиная со средины 80-х годов. Поэтому приборная панель здесь – это прямая отсылка к C-шкам и E-шкам в кузове V212. И, кстати, она весьма удобная. Здесь три колодца и все приборы аналоговые. Крупные шкалы, крупная оцифровка и не режущая глаз нейтральная подсветка. Подрулевой переключатель, а правильнее говорить именно про один подрулевой переключатель, расположен крайне удобно. Тянуться к нему не приходится. Переключается он без пластиковых дешевых щелчков и имеет фиксируемое положение. За что отдельное спасибо. По старой мерседесовской традиции на этот переключатель возложена не только функция управления поворотниками и переключения ближнего дальнего света, но и управление стеклоочистителем. После некоторой привычки такая схема оказывается даже удобнее традиционных двух рычагов. Ну а с правой стороны у нас приютился селектор коробки передач. И это фишка рестайлинговых автомобилей. На дорестайле будет самый обычный привычный рычаг на центральной консоли. Поначалу подобное решение может показаться странным, но на практике переключение режима в коробке с его помощью происходит легко и непринужденно. Нажали тормоз, селектор вниз, включили драйв вверх, заднюю передачу. В парковочный режим активируются клавиши с торца. Минимум движений, не снимая рук с руля. Что касается прочих органов управления и кнопочек. На двери с левой стороны у нас практически вертикально расположен блок управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами. Все стекла, само собой, имеют автоматический режим. Здесь, на двери, рядом с ручкой открывания управления центральным замком. А внизу, рядом с кармашком, располагается клавиша открывания крышки багажника, который в данном случае напоминается электроприводом. Слева блок управления светом в виде привычного для немецких машин круглого поворотного переключателя. С него же происходит управление противотуманными фарами. И плюс, чисто немецкая фишка, это режим парковочных огней, когда можно включить габариты только по одной стороне, левой или правой, в зависимости от того, на какой стороне дороги вы остановились. Про подрулевые переключатели уже упомянули. На рулевом колесе управление телефоном и магнитолой. Сама мультимедийная система здесь имеет небольшой экранчик по центру приборной панели, но камеры заднего вида в данном случае на автомобиле нет. Зато есть бесключевой доступ. Заводится машина кнопкой. А на дверных ручках присутствуют сенсоры, позволяющие открывать и закрывать автомобиль, не доставая ключ из кармана. По центру между двух круглых дефлекторов вентиляции маленькая кнопка аварийной сигнализации и выключение системы стабилизации. Внизу блок управления мультимедиа, который представляет собой самую большую россыпь кнопок в автомобиле. В данном случае комплектация включает систему навигации, часть клавиш посвящена ей. И с этим делом нужно будет разобраться. Еще ниже располагаются отдельно расположенные клавиши включения-выключения подогрева в передних сиденьях на три режима интенсивности нагрева, кнопка включения-выключения режима эко либо спорт, выключение парктроников и отдельная клавиша включения-выключения режима экономии топлива, еще более экономичного от стандартного алгоритма. Блок управления климат-контролем в данном случае спустили практически к самой центральной консоли вниз. Здесь удобные поворотные шайбы, при помощи которых регулируется температура, и тактильно различимые клавиши, которые позволяют управлять оборотами вентилятора, режимами направления обдува, выключить климат полностью или включить обогрев заднего стекла. При некоторой привычке всем этим делом можно управлять и не отвлекаясь от дороги, хотя здесь есть авторежимы, как показывает практика, на немецких автомобилях работает он всегда адекватно. Ну и в завершении шайба управления мультимедийной системой для навигации меню, которая расположена перед подлокотником на центральном тоннеле. Что касается мест для хранения, бардачков и прочих интересных моментов. В центральной консоли мы сразу видим два больших и глубоких подстаканника. В передней части у нас маленький отсек, в котором расположен прикуриватель, причем это настоящий действующий прикуриватель и пепельница. Крышка центрального бокса в данном случае у нас распашная. Есть две кнопки по бокам, ее можно открыть как с водительской, так и с пассажирской стороны. А под ними скрывается довольно глубокий бокс, в котором есть еще и USB разъем. Самое интересное, что качество исполнения интерьера такое, что две половинки бардачка... Примечательно, что две половинки бардачка друг относительно друга не люфтят, не болтаются и не скрипят. Те, кто владел или владеет Infinity FX первого поколения FX35 либо 45, у которых такой же разрезной передний подлокотник, поймут о чем идет речь. Основной бардачок у этого автомобиля по мерседесовской традиции полностью отделан материалом, напоминающим бархат с обратной стороны. Он довольно объемный. Сюда входит документация формата А4, причем переламывать пополам листы вам не придется. Есть отдельный небольшой кармашек, где должна была располагаться изначально техническая документация по машине и отдельный держатель для ручек. Внизу дверных карт присутствуют карманы, правда без всяких углублений под бутылку ее вообще сюда не поместить. Кармашки узкие, предназначены больше для перчаток или чего-то вот подобного формата. Что касается обзорности, то с поправкой на высокую посадку, а посадка здесь действительно вертикальная, как на внедорожниках, с обзорностью у ГЛК все в порядке, если не считать широкие передние стойки в зоне зеркал. Зато лобовое стекло практически вертикальное. Это и непривычно, и удобно одновременно. Капот видимый, линия остекления низкая, но вот боковые зеркала могли бы быть и побольше. Хотя в данном случае на краю зеркала есть зона с преломлением, которая позволяет вам исключить мертвые зоны при маневрировании. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения ГЛК, то оно полностью плоское в части своей подушки. Так что по идее третьему пассажиру здесь было бы вполне вольготно, если бы не одно но. У автомобиля очень высокий центральный тоннель, который точно будет мешать размещению здесь среднего седока. Ну, либо придется потесниться в ногах основным пассажирам заднего сидения. А это будет не слишком удобно, ввиду того, что пространство для ступней в данном случае у вас ограничено в плане ширины. Исходя из довольно большой колесной базы автомобиля, можно было предположить, что места для ног здесь окажется больше. Но это не совсем верно. Хотя при моей собственной регулировке при росте 1,86 м я не упираюсь коленями в переднее сидение, однако контакт с ним все же происходит. А если бы водитель был еще более рослый или имел привычку ездить в максимально отодвинутом назад положении, мне пришлось бы упереться коленями в пластмассовую жесткую часть на кресле. Нет у этого автомобиля и регулировки заднего сидения по углу наклона спинки. Но в целом это плюс-минус и не требуется. Наклон здесь далеко не самый вертикальный, сидеть удобно. При этом пространство над головой все еще остается. С солидным запасом у задних пассажиров есть центральный подлокотник, внутри которого скрывается небольшой отсек для мелочей и из которого разворачиваются подстаканники. Также им полагается маленькая полочка в центральном боксе и собственные дефлекторы вентиляции. И на этом, собственно говоря, все. Даже плафон освещения в данном случае включается и выключается спереди. Вкратце пробежимся по агрегатам, которые можно обнаружить под капотом ГЛК в дорестайлинге и в ресте. На дорестайлинговых машинах не было малообъемных бензиновых моторов. Только V-образные шестерки, объем 3 либо 3,5 литра, мощность 231 либо свыше 270 лошадей. И тот, и тот мотор это М272 в разных версиях по рабочему объему. И ключевой проблемой 272-х двигателей были задиры. Можно с уверенностью утверждать, что на 90% бэушных автомобилей с пробегом более 150 тысяч километров 272-й мотор эндоскопию уже не пройдет. А стоимость капитального ремонта такого двигателя достаточно кусачая по нынешним меркам. У рестайлинговых автомобилей бензиновые моторы заменили на более новое семейство. V6 теперь носит индекс М276 и развивает 306 лошадиных сил. Мотор в целом неплохой, мотор в целом надежный, но при этом требовательный к качеству обслуживания. И если на ваше время владения выпадет замена механизма ГРМ, который на нем надо выполнять где-то раз в 100 тысяч километров пробега, а меняется на 276-м моторе зачастую не только цепь, но и муфты фазовращателей, которых там 4, то подобная процедура по обслуживанию влетит в копейку. На рестайлинговых машинах также добавился малообъемный бензиновый мотор объемом 2 литра М274. Это уже рядная четверка на 184 либо на 211 лошадиных сил. Прямой впрыск турбина и определенные нюансы по обслуживанию, в том числе небольшой ресурс цепи ГРМ. Одним из наиболее ресурсных двигателей для данной модели можно обозначить ОМ651. Это дизель объемом 2,1 литра, такой, который стоит под капотом данного экземпляра. Мощность дизельного двигателя в версии для ГЛК 170 лошадиных сил. Существуют более мощные разновидности на 204 лошадиные силы, но там отличается турбокомпрессор. По конструктиву 651 мотор это рядник 4 цилиндра, блок из чугуна. Система впрыска Common Rail. ГРМ здесь комбинированный, расположен он с тыльной стороны мотора, то есть со стороны коробки, и состоит из цепи и шестеренок. Причем цепь на этом моторе небольшой длины, она роликовая и ее ресурс под 300 тысяч километров пробега. Да и в случае чего меняется она относительно несложно. Демонтировать двигатель для этой процедуры не придется. Поменять цепь можно и протяжкой. А вот до этого пробега может подкинуть вопросов гидронатяжитель цепи. Возможно его придется сменить на пробеге около двух сотен. Если вы смотрите ГЛК с дизелем 2.1, имейте в виду, что на машинах до рестайлинга и после рестайлинга отличается топливная аппаратура. На таких дизельных двигателях до 2010 года стояла топливная аппаратура фирмы Delphi с пьезофорсунками. Эти форсунки очень не любили солярку низкого качества. Да вдобавок отличились склонностью течь. В некоторых случаях форсунки лили вплоть до гидроудара. Кончилось все это тем, что компания Mercedes переработала систему впрыска и с 2011 года даже объявила отзывную кампанию по замене пьезофорсунок Delphi на электромагнитный Bosch, которые считаются уже беспроблемными. Так что чем свежее версия мотора под капотом ГЛК, который вы смотрите, тем оно лучше. Двумя самыми важными моментами, которые нужно знать, если вы покупаете машину с таким двигателем, будут следующие. Первое. На этих моторах встречаются случаи проворота вкладышей коленчатого вала по двум причинам. Первая из которых это разжижение масла из-за высокой температуры вследствие засорения теплообменника. Поэтому критично важно на этих двигателях не затягивать с заменами. Заводской интервал замены масла для данных моторов это 10 тысяч километров. И его лучше придерживаться. Плюс заливать сюда качественные смазочные материалы. Кстати, объем масла в этом моторе 7,2 литра. Вязкость 5,30 либо 5,40. Вторая проблема это маслонасос. Здесь установлен современный узел переменной производительности. Давление, которое он создает на малых и больших оборотах, различается. Их пробегом за 200 тысяч километров. Существует риск того, что маслонасос может остаться в режиме малой производительности на больших оборотах. Что приведет к недостаточному смазке и, как следствие, возникновению лишнего трения. И выльется в итоге все в тот же проворот вкладышей. Кто-то предпочитает поменять маслонасос превентивно. Ну а кто-то глушит его, переводя в режим максимальной производительности. Таким образом предупреждая проблему. В целом же, если говорить о ресурсе ОМ651, то с учетом вышеуказанных моментов можно рассчитывать на пробег под 400 тысяч километров. А в некоторых случаях даже больше. При этом расход топлива у кроссовера с таким мотором в городском цикле это порядка 8 литров на 100 километров пути. А динамика тоже неплохая. С нуля до ста ГЛК с таким дизелем разгоняется где-то за 8,8 секунды. В паре с этим мотором будет работать классическая гидромеханическая трансмиссия 7G-троник, 7 передач. И что касается ее надежности, то здесь некоторым владельцам везло больше, чем другим. В среднем эта трансмиссия ходит порядка 200-250 тысяч километров до необходимости первого вмешательства. Правда при условии, что масло в ней будет регулярно меняться. Регулярно это раз в 60 тысяч. Трансмиссия адаптивная. И если вы пересаживаетесь на подобный автомобиль после другого водителя, ей потребуется некоторое время на то, чтобы перестроиться. Исходя из личного опыта взаимодействия с подобными машинами, приходилось наблюдать картину, когда под одним водителем автомобиль ведет себя абсолютно адекватно, второй же постоянно жалуется на толчки при переключениях и неадекватность реакции КПП. На что надо обращать особо пристальное внимание, так это на отсутствие гула при движении, поскольку подобный момент может указывать на грядущую проблему, выливающуюся в замену подшипников редуктора. Но вообще, конечно, Мерседес ГЛК не относится к тем автомобилям, которые можно покупать без диагностики в профильном сервисе. Да и цеплять диагностический сканер сюда лучше тоже мерседесовский специализированный, который расскажет вам про автомобиль абсолютно все. Универсальное оборудование для сканирования в данном случае может и не показать полную подноготную. Ну а перед тем, как посмотреть на ГЛК снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. Каталожное значение для этого автомобиля 150 мм и самая низкая точка здесь находится под защитой моторного отсека. Расстояние до нее как раз таки те самые 150, а вот резиновый брызговик под бампером находится чуть повыше, в районе 17 см. При этом сам край переднего бампера в 22 см от поверхности земли, так что парковаться к бордюру на этом автомобиле можно смело. Расстояние до порога за передним колесом 23 см. В задней части то же самое, 23 см. Ну а до края заднего бампера целых 25 см. При этом сантиметра на 3 ниже отметки свисает банк оглушителя. В целом, с учетом того, что ГЛК это не внедорожник, а скорее просто высокий легковой автомобиль, клиренс у него для условий эксплуатации в городе более чем достаточный. Что касается ходовой части Mercedes ГЛК. По сути дела, передняя подвеска здесь представляет собой Макверсон, но с поправкой на немецкий инжиниринг. Если на большинстве корейцев и японцев мы видим один большой рычаг внизу, то в данном случае рычагов у нас два. Соответственно, и шаровых опор тоже по две на каждой стороне. Рулевая рейка на этих автомобилях будет отличаться по исполнению в зависимости от того, дорестайлинг или рестайлинг перед вами. На дорестайлинговых машинах рейка обычная гидравлическая с насосом. Смотреть такую на предмет течи стоит обязательно. Были вопросы к надежности и самого насоса ГУР. А вот электрорейка получилась уже удачнее. И как минимум здесь не придется смотреть за течами по магистралям. Своеобразная дань аэродинамики это обилие защитных щитков пластиковых, которыми закрыто здесь полностью все днище кузова. Открытых участков, где можно наблюдать сам металл кузова, здесь практически нет. Да и сами пороги снизу закрыты пластиковыми накладками. Что касается задней подвески, то это классическая для Mercedes многорычажка. Здесь по 5 рычагов на каждой стороне. Один большой основной и так называемые «косточки» в кавычках. Что касается ресурса компонентов задней подвески, в целом все здесь плюс-минус выхаживает под 200 тысяч. Исключением могут стать маленькие плавающие сайлентблоки, которые придется поменять раньше. Если речь идет про оригинальные детали с заменителями, вопрос ресурса остается всегда открытым. А именно они, скорее всего, и будут установлены на большинстве таких автомобилей с пробегом более 200. Что касается амортизаторов и пружин, то в данном случае они стоят отдельно друг от друга. Тормоза у автомобиля, естественно, вкруг дисковые, ну а стояночный тормоз самый обычный механический. Таким мы увидели сегодня Mercedes GLK первого и единственного поколения в кузове X204. У нас на подъемнике был автомобиль 2013 года выпуска, рестайлинг с дизелем 2,1 литра рабочего объема на 170 лошадей и родным пробегом 128 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали не одну сотню тысяч, и вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, пропишите все это в комментариях, чтобы люди, которые думают, брать или нет подобную машину, могли сделать правильный выбор. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался у нас на подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода сюжета машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую дополнительную информацию, включая актуальную стоимость, уточняйте по телефону, он будет в описании. На нем есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть у нас на подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok